Итоги уходящего четверга Какие предметы впереди? Безопасный отдых в Бобруйске прошла акция ГАИ Направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий О чем еще говорили? Возраст не помеха В спорткомплексе «Славянка» состязались атлеты 60+. Человек на пенсию, он же никуда не девается Он все равно остается таким же активным Как быть всегда в форме А также карта запретов Международная выставка и автомобильное топливо В стране снова выросла цена на бензин Какое по счету подорожание? Отдых без последствий в Бобруйских школах прошла профилактическая акция В 31-й гостили сотрудники ГАИ Кроме принимающей стороны в марафоне безопасности Участвовали ребята из 10-й, 22-й и 32-й школ В программе 4 локации Повторение ПДД, знакомство с работой спасателей Рисунки на тему безопасности и профилактические ролики Сегодня во всех учреждениях образования города Бобруйска Проводится единый день безопасности Направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий А также гибели детей на водоемах и в бытовых условиях К слову, единый день безопасности дорожного движения в масштабах всей страны Пройдет завтра, 25 июня Госавтоинспекция напоминает Выезд на полосу встречного движения – одно из самых опасных нарушений Зачастую последствия самые плачевные За 5 месяцев на дорогах в Могилевской области произошло 110 ДТП Причиной 8 аварий стали неправильный обгон и выезд на встречку Как итог, 2 человека погибли, 14 травмированы На все 100 абитуриенты продолжают сдавать ЦТ Только в Бобруйске их почти 3 тысячи Позади 4 предмета Сегодня прошло испытание по математике в субботу биология Школьную программу вспомнила Карина Гуревич Горячая пора связана не только с погодой, но и с централизованным тестированием Уже прошли испытания по русскому и белорусскому языкам, обществоведению Вчера и сегодня у абитуриентов математика За два дня только аграрно-экономический принял почти 700 человек Всего здесь зарегистрировано более полутора тысячи Мы стараемся сделать максимально комфортные условия для абитуриентов И даже сегодня при такой жаре, аномальной для Белоруссии В аудиториях довольно-таки комфортно Потому что открыты окна на проветривание Двери, есть питьевая вода Дежурит медицинский работник В принципе все пункты по проведению ЦТ мы выполняем Впереди у будущих студентов биология 26 июня, плюс еще шесть предметов Последний – всемирная история Резервные дни с 14 по 18 июля Всего в Бавруйске ЦТ сдают почти 3000 вчерашних школьников Это более 7000 тестов по разным предметам При себе абитуриентам необходимо иметь заполненный зарегистрированный пропуск Документ, удостоверяющий личность и черную гелевую ручку Напомним, с этого года для получения сертификата Придется предъявить не только паспорт, но и аттестат об общем образовании В текущем году, как таковых обращений, что касается вообще наших пунктов тестирования Именно Бавруйского региона То они не поступали в контрольную комиссию Бывает иногда, граждане не понимают, что, к примеру, является документом, удостоверяющим личность И у них возникают разного рода вопросы Утерял и так далее Но без документа, удостоверяющего личность На сегодняшний день в пункт тестирования, естественно, попасть невозможно Кирилла Сабадаша сейчас волнует далеко не ЦТ Спустя три года учебы и практики Парень готовится стать полноценным специалистом Поваром-кондитером Его мечта – открыть собственное дело и придумать идеальный рецепт торта Конечно, после окончания колледжа отслужит в армии Ну а потом крепко возьмется за реализацию плана В кондитерском больше всего меня привлекают торты С какими-либо фруктовыми, цитрусовыми, то есть плодовыми начинками Просто торт из сахара на сахаре с сахарным кремом меня не особо интересует Я люблю, когда добавляется что-нибудь с кислинкой То есть, чтобы как-то разнообразить и сгармонировать вкус В Торгово-экономическом колледже – гастрономический поединок Этот экзамен всегда сопровождается жаром от плиты и сладким ароматом выпечки Итоговый тест у 75 ребят Всего в этом году в учреждении образования свыше 180 выпускников Учащиеся готовят по фирменным рецептам заведений, где они проходили практику Местных ресторанов и кафе Последний этап перед окончанием учебы – теория Критерии сдачи в соответствии с технологией приготовления Качество приготовления – это норма времени приготовления пищи И, соответственно, путем дегустации потом будет выполняться оценка выполненной работы Больше половины учащихся Торгово-экономического колледжа планируют продолжить обучение в вузах В будущем их также ожидает ЦТ Напомним, в этом году на централизованное тестирование зарегистрировали свыше 62 тысяч абитуриентов 50 университетов принимают более чем по 340 специальностям Основная часть бюджетников – медицинские, технические и педагогические специальности Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Белорусская сборная – новая цена и знойная неделя Синоптики обещают понижение температуры только к выходным Что еще по прогнозу? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Ограничения и запреты на посещение лесов действуют уже в 112 районах Беларуси В красной зоне вся Гомельская и Брестская области, почти весь Могилевский регион Нарушителям грозит штраф до 25 базовых величин С интерактивной картой запретов можно ознакомиться на сайте Министерства лесного хозяйства В Беларуси изменилась цена на автомобильное топливо Сумма выросла традиционно на одну копейку 92-й, как и дизель, стоит рубль 88 95-й – рубль 98 98-й обойдется в 2 рубля 20 копеек Это уже 18-е по счету подорожание за год Стал известен состав белорусской делегации на главные игры четырехлетия в Токио Сейчас у сборной 96 лицензий в 21-м виде спорта В отдельных квалификация еще продолжается В частности, в пляжном волейболе, легкой атлетике, прыжках в воду Окончательное количество спортсменов, которые отправятся на летние Олимпийские игры, будет известно 30 июня В Минске открылась 10-я международная выставка «Миликс» Этот форум по своим масштабам считается одним из крупнейших в Восточной Европе Здесь представлены сотни образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники Экспозиция продолжит свою работу до 26 июня Жара в Беларуси начнет ослабевать только в выходные В пятницу снова плюс 35 градусов На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы В отдельных районах возможен град, ветер южный, умеренный, при грозах порывистый Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19 За минувшие сутки зафиксировано 768 пациентов с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 413 139 человек Тем временем, генеральный секретарь ООН заявил Пока все не вакцинируются, никто не будет в безопасности Коронавирус продолжает предоставлять опасность из-за появления новых мутаций Генсек подчеркнул необходимое значительное увеличение усилий по производству препаратов Напомнив, для того, чтобы привить 75% населения планеты для выработки коллективного иммунитета Необходимо 11 миллиардов доз Остро стоит проблема нехватки вакцины в странах Африки За активное долголетие По таким девизам в Бобруйске прошла региональная спартакиада В качестве спортсменов люди почти нового возраста География команд Кировска, Сипович и Бобруйск Наш город представили две сборные Всего 5 коллективов по 6 человек Возраст от 60 до 80 В программе дартс, попадание мяча в корзину, переправа и другие Человек на пенсию, он же никуда не девается Он все равно остается таким же активным Таким же позитивным Таким же спортивным В спортивном празднике нет проигравших Все участники получили памятные сувениры, грамоты, дипломы, сладкие подарки И самое главное, море позитивных эмоций Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»